Субтитры создавал DimaTorzok В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Горьбелышев. Здравствуйте! Таможня добро не дает. В Запорожье обсудили новые коррупционные схемы государственной фискальной службы. Одним из жертв вымогательств стало запорожское предприятие Медпромсервис, которое уже более 15 лет работает на рынке ферросплавов. Благодаря подписанию ассоциации с ЕС компания занялась экспортом продукции в Европу. Но 26 января этого года на таможенном посту Ягодин в Волынской области 5 грузовиков задержали. Предприятие обвинили в подделке документов и вымогали взятку в размере 150 тысяч долларов. Два месяца продукция находилась на таможне. Решение суда о возврате товара игнорировали. Ситуация изменилась, когда руководители предприятия обратились в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я сказал, давайте я до вас зайду, то через буквально 2 години вже приїхав слідчий з власними документами на товар. Тобто ми маємо наступний результат на митницях, або це йде, ну, скоріше за все, по лінії внутрішньої безпеки ДФС. Існує корупційна складова. І якщо підприємці не будуть звертатись до засобів масової інформації, до народних депутатів, власне, не намагатись з цим бороться, у них буде єдиний вихід або заплатити, або їх товар там буде стояти місяць, два, три. Герои живы, пока їх помнят. В Запорожье на Кушкунском городском кладбище, где покояться безымянные герои АТО, активисты установили памятный крест. Своими дальнішими планами волонтеры поделились с Оксаной Якименко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлана уже больше года помогает бойцам всем, чем может. Вместе с волонтерами она и навещала солдат в госпитале, и отправляла посылки на передовую. Активистка присутствовала и на захоронении неизвестных солдат. На установление памятного креста приехала вместе с коллегами-волонтерами. Говорит, находиться здесь – это святой долг каждого. Приехали отдать дань еще раз перед праздниками, перед поминальными днями. И, естественно, к установлению креста в память. У Светланы из родных и близких в зоне боевых действий никто не служит. Помогать бойцам она начала добровольно, по зову души. Говорит, что если мужу придет повестка, готова его отпустить. Мы готовы. Если мужу придет повестка, мы уже решили, что никто не будет бегать. Это однозначно. На Кушугумовском городском кладбище покоится 54 неизвестных солдата. Их похоронили еще 1 октября прошлого года. Все бойцы погибли под Иловайском. Уже 20 человек родные перезахоронили на своей малой родине. Их удалось идентифицировать по анализу ДНК. Еще залишилось 34 героя. Вот работа в этом вопросе продолжится. Я думаю, что на протяжении 2015 года значна кількість безымянных героев будет вызнана. То есть мы назовем их прізвищем. Идея установления креста возникла у волонтеров еще в октябре прошлого года. Вот только средств на это не хватало. Сейчас помогли спонсоры. На кладбище крест осветили представителей трех разных христианских конфессий. Также волонтеры планируют на месте захоронения солдат сделать мемориальный комплекс. Для этого после майских праздников будет объявлен конкурс на лучший проект. Мы хотим, чтобы здесь был мемориальный комплекс. Объявится конкурс на лучший проект. Я думаю, что городская власть пойдет нам навстречу. Выделить здесь место для мемориального комплекса. После утверждения проекта будет объявлен сбор средств. Помочь возвести комплекс сможет каждый неравнодушный. Оксана Якименко, Константин Пороскевич, ТВ5. Есть такая работа – людей спасать. На территории районной больницы в поселке Куйбышево уже восьмой месяц работает военный госпиталь. До этого мобильная медбригада спасала наших бойцов просто в поле. Госпиталь рассчитан на 100 пациентов. За все время своей работы врачи приняли более 6 тысяч человек. И ни одна жизнь не была потеряна. Палатки и военные медмашины. Здесь спасают жизни украинских солдат. За их здоровье тут борются медицинские работники из разных уголков Украины. Работали профессионалы. Изначально госпиталь формировался докторами из военного медицинского центра Южного региона. То есть города Одесса. А с августа уже работают мобилизованные ребята. Начальник военного госпиталя Елена рассказывает, до того, как мобильная бригада перебралась в Куйбышево, помощь военнослужащим оказывали в полевых условиях. Те летние месяцы женщина с тревогой вспоминает до сих пор. Когда был Еловайский, с Еловайского к нам привозили. И июль, это были очень тяжелые работы. Хирург Игорь здесь уже третий месяц. Говорит, после зимы стало больше пациентов с простудными заболеваниями. А вот бойцов с серьезными ранениями, к счастью, сейчас намного меньше. Сейчас поступает один военнослужащий, который поступил из Мариуполя. Но ему помощь оказали, уже прооперировали в Мариуполе вчера. А сегодня его эвакуировали на нас. Врачи госпиталя помогают лечить и гражданское население. Работают вместе с врачами Куйбышевской больницы. Нам местное население очень помогало в работе, в том, как мы жили. Потому что был первый опыт выхода в поле. Сейчас мы им помогаем, тоже живем очень дружно. И думаю, что нам они тоже благодарны. Местные жители стараются помочь и персоналу, и раненым бойцам. Волонтеры отовсюду помогают медикаментами, аппаратурой. А эти женщины несколько раз в неделю приносят в госпиталь домашние обеды. И врачи, и местные жители радуются, что солдат с серьезными ранениями сейчас в разы меньше. Но помогать здесь готовы всегда. И в случае необходимости персонал мобильного госпиталя снова отправится спасать защитников на передовую. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Куйбышева, ТВ5. Псевдоперемирие и плачевное последствие необъявленной войны. Гуманитарная катастрофа населенных пунктов, которые находятся на линии огня. Почему здесь не прекращаются бои? Кто первым открывает огонь? Оценка ситуации от представителей АБСЕ, а также репортажи с передовой, интервью с военными, эксклюзивные материалы и новые подробности о происходящем в зоне АТО смотрите уже сегодня в 19.45 в четвертом выпуске спецпроекта телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Ранее курортное место, сейчас опасная зона. Одна из самых горячих точек в Украине – поселок Широкино. Какие последствия необъявленной войны? Репортажи с передовой. Эксклюзивные материалы и новые подробности о происходящем в зоне АТО. Смотрите спецпроект ТВ5 «Донбасс сегодня». Понедельник, 19.45. Сделать родной город лучше может каждый. Третий год подряд в Запорожье проходит конкурс социальных проектов «Мы – это город». Накануне состоялось торжественное открытие нового сезона программы. На большом городском празднике побывала и наша съемочная группа. Счастливые лица горожан, детские улыбки, воздушные шары, аниматоры, танцевальные и вокальные номера. Все это старт конкурса «Мы – это город-2015». В парке имени Маяковского скучать не пришлось никому. Для всех присутствующих конкурсы и викторины с приятными сюрпризами. Назовите основные цвета, герба нашего родного города. Программа «Мы – это город» уже известна всем запорожцам. С каждым годом проект становится все более популярным. Жительница Запорожья Екатерина Яковлева пришла сюда неспроста. Признается, с удовольствием поучаствовала бы в программе. Я смотрела по телевизору некоторые спортивные мероприятия, когда открывались спортивные площадки с Запорожьей сталью. Вот такое слышала, но никогда не участвовала. Надо сделать наш город лучше. Сделать наш город лучше может каждый. По словам организаторов, от желающих принять участие в конкурсе нет отбоя. Уже в мае все заявки будут рассмотрены экспертным советом. В этом году в общий фунт программы составил полтора миллиона гривен. Люди, которые сегодня собрались, которые еще сегодня подойдут, они заслуживают этот праздник, они заслуживают этот конкурс, потому что мы видим сегодня их инициативы. А инициативы комбинат всегда поддерживал и будет поддерживать. Мы работники комбината «Запоросталь» работаем не только у доминых печей, у мартеновских печей, у прокатных станов. Мы еще являемся жителями города Запорожья. Поэтому комбинат поддерживал и будет поддерживать и развитие родного города, и те инициативы жителей города Запорожья и общественных организаций, которые будут направлены на развитие родного города под названием «Запорожье». Прийти на открытие конкурса запорожцам не помешала даже изменчивая погода. Отдыхала здесь и Анастасия. Девушка говорит, как и другие запорожцы, хочет чистый, уютный и привлекательный город. Я так рада, что это все есть. И я очень люблю свой город, все, что здесь есть. Ну, я люблю это все. Мне это очень нравится, мне это очень дорого. Приятным подарком для всех гостей праздника стало выступление финалиста шоу «Голос краины» Арсена Мирзаяна. А я на шаг родил, для ветрями дамы, по риткам укрыл, за леву, за леву, и вас вознесло, буду нарубать пороженье маршечек и запороженое людей. Вот вчера был в Беларуси, вот только что прилетел. Завидно чисто, завидно все в порядке. Но при этом я понимаю, что мы ничуть не хуже, и можем сделать это точно так же, как и наши братья-белорусы, и поэтому нам для этого ничего не мешает. Нужна инициативная группа, она есть, она работает. И поэтому, наверное, спасибо комбинату «Запоросталь» за то, что, в принципе, есть возможность в теле, скажем, в житя Мрии, в честь божания, допомогатых в ритмном месте. Евгения Мильник, Андрей Снесаренко, ТВ5. Скульптуры из соломы, камней и автомобильных покрышек. В Запорожье прошел восьмой фестиваль современного искусства «Лэнд-Арт Хортица». Таких фестивалей в Украине всего семь, и Запорожский стал одним из самых популярных среди творческих людей страны. Как творили участники «Лэнд-Арта» и какой смысл вкладывали свои работы, пыталась разобраться Елена Назаренко. Пожалуй, единственное правило фестиваля «Лэнд-Арт Хортица» – не проводить мероприятия два раза в одном и том же месте. В остальном – никаких условий и ограничений. Твори как хочешь и что хочешь. Главное – получает этого удовольствие. Вот идея этого года была вот депрессию, потому что такой тяжелый год. И вот надо какими-то событиями это все сбить вот эту тяжелую, вот эту коросту тяжелых времен. Разгонять депрессию на правом берегу Днепра возле скалы Атар собралось полсотни художников из Харькова, Львова, Киева, Винницы, Днепропетровской Запорожья. Львовский скульптор Алексей Коношенко в третий раз приехал на «Лэнд-Арт Хортица». Рассказывает, Запорожье его всегда вдохновляет. Я знайшов очень классную вещь, которая уже существовала. Я только ее подкраслю, в принципе, что вимагает «Лэнд-Арт» от себя. Это найти в природе уже готовый объект, потому что все есть, все поделитесь. Все уже сделано. Мы можем только не зипсути, только подкрасить ту красу, чтобы человек обратил внимание и сказал, что я этого раньше не видел. Большинство инсталляций на фестивале интерактивны. Вот это призывают делиться добром. Сюда можно положить, например, печенье, а взамен взять томик стихов Сергея Есенина. А вот эту инсталляцию Юлии Демидовой смогли опробовать все гости фестиваля. В своем произведении девушка объединила искусство и психологию. У нас сегодня инсталляция называется «Спираль самопознания». Если у человека есть какой-то вопрос психологического характера, то есть про отношения, про предназначения, то есть у него есть какой-то вопрос, который его волнует в жизни, он может зайти в эту спираль, пройти по ее полям, вытащить карточки, которые вот здесь, и он получит подсказки для решения своего вопроса. Эрика Равич планирует видоизменять свой объект в ходе фестиваля. Кроме того, после мероприятия материалы пустит в дело. Передаст резинку для пошива белья украинским военнослужащим, а гвозди для блиндажей. Сегодня представляю интерактивный объект, даже ребенок это подчеркивает, что он интерактивный, который называется «Система координат». Суть объекта заключается в том, что мы имеем пространство, мы имеем нашу какую-то систему ценностей и систему влияния на пространство, и точно так же, как мы можем каким-то образом организовать это пространство, влиять его, видоизменять, ну и оставаться к нему нейтральными. В ходе фестиваля трансформируется и инсталляция Виктора Бабенко, посвященная Запорожью. Ее элементы передвигают живые улитки, которыми парень дополнил композицию. На древней скале возраст, который около 3,5 миллиардов лет, что вообще себе, конечно, сложно представить, дотрагиваясь до нее, расположить сувениры Запорожья, магниты, автором которых я являюсь, карту Запорожья, тем самым показывая, какое наше место вечное, древнее. Улитки просто находились на этой же скале, рядом в углах, я их переместил, ну, красиво расставил. По традиции, все работы, представленные на запорожском лендарте, будут изданы в специальном каталоге. Но главное, что увезут с собой участники и гости фестиваля, вдохновение для дальнейшего творчества и эмоции от дружеского общения. Елена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости Запорожьей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главреда tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин